True Wireless, то есть по-настоящему беспроводная гарнитура с пылей-влагозащитой за 4500 рублей. Прием-прием, это XBT.com на связь Бурховецкий и сейчас чего расскажу про Bluetooth-наушники Skullcandy Sesh Evo. Поехали! Капелька субъектива для тех, кто так же как и я не любит совсем беспроводные наушники и считает, что они выпадают при неосторожном движении головы и всегда где-нибудь теряются. Вот эти наушники плотно сидят в ушах и никуда не выпадают, причем для того, чтобы их вставить, не нужно протыкать барабанную перепонку, а в комплекте идет три пары резинок разного размера для ушей разного размера. Но если вдруг наушник затеряется где-то в недрах квартиры, у меня это случается постоянно, то через приложение Tile его можно позвать и он откликнется на зов свистом. Ну и конечно в наше непростое время, когда все носят маски, True Wireless гораздо удобнее наушников, у которых все-таки есть провод. Теперь по порядку. По дизайну здесь ничего необычного. Капсула наушника без каких-либо еще выступов для фиксации, но как я и говорил, они и так отлично держатся. С внешней стороны широкая кнопка для нажатия, не для касания, и это важно. И логотип. Он, к сожалению, едва различим. У нас на тестах наушники нежно-голубого, такого вот бличет блю цвета, еще есть точно такие же, но черного, серого, темно-красного и мятного цветов. Хотя, как мне кажется, наушники компании под названием «Сладкий черепок» должны быть несколько ярче. К чему это застенчивость? Что касается кнопки, вернее кнопок, потому что они есть на каждом наушнике. Как помним, они нажимаются, и это срабатывает всегда, в отличие от подглючивающих касаний в бюджетных моделях. Но кнопки тугие. Нажимать на них одним пальцем, когда наушник находится в ухе, неприятно, неудобно, а иногда просто больно. Ну а вот если придерживать наушник указательным пальцем, а нажимать большим, то вроде все нормально. По кнопочным командам здесь большая вариативность, ибо кнопки две. Единственное, что придется их зазубрить, потому что их много, но стандартная старт-стоп, ответ на звонок, следующий предыдущий трек запомнить легко. Что касается питания, то здесь для бюджетной модели все хорошо. Сами наушники на полном заряде работают около пяти часов, заряжаются при этом от кейса около часа. Сам кейс заряжается два часа, его хватает на три с половиной полных зарядок наушников. То есть порядка двадцати часов автономной работы с небольшими перерывами на подзарядку есть. А еще полностью разряженные наушники можно за десять минут зарядить приблизительно на полтора часа работы. И неплохо. Кейс ничем особо не выделяется. Крышка при тряске не открывается, а наушники держатся в кейсе на магнитах. Также в нем есть светодиодный индикатор заряда и разъем USB Type-C. Сэш Иво защищены от влаги и пыли по стандарту IP55. То есть пыль туда не попадает, а если попадает, то работе устройство не вредит. А вторая цифра — это влагозащищенность. То есть тренироваться в наушниках можно в том числе и под проливным дождем. Ни брызги, ни струи воды, по идее, наушникам не страшны. Проверять мы это, конечно, не будем. Микрофон в этих наушниках — это скорее приятное дополнение. Использовать его можно только для того, чтобы сказать, что сейчас его отключишь и уже нормально перезвонишь по телефону. И то, если находиться в более-менее шумном месте, скорее всего, собеседник просто ничего не поймет. Никакого активного шумодава здесь, конечно, нет. Но, как и все затычки вообще, эти наушники неплохо изолируют от внешнего шума. Слушать музыку комфортно даже в метро. Самая моя нелюбимая тема — это рассказывать про то, как наушники звучат, без возможности это показать. Потому что показать, как наушники звучат через видео, нельзя. Но если хотите объективности, смотрите на АЧХ. Правда, нужно понимать, что наши измерения скомпенсированы в том числе и под стенд, на котором мы эти наушники тестировали. А он, в свою очередь, эмулирует то, как слышит их наше человеческое ухо. Если кто не знает, оно слышит все нелинейно. Ну а если субъективно, то лично мне не хватило высоких частот и верхней середины. Еще из-за этого немного схлопывается стереобаза, и треки звучат больше по центру. Но это стандартная болезнь бюджетных гарнитур. А вот со средними частотами и с басом здесь все более-менее в порядке. Вдобавок есть три предустановки эквалайзера — музыка, кино и подкаст. Переключаются они нажатием кнопки на наушники. Пресеты для музыки и кино почти ничем не отличаются. А вот в режиме подкаст подавляются низкие частоты, что и понятно. Так голос лучше различим. А еще нужно сказать, что устройство обладает несколько расширенным набором кодеков. Она работает не только с кодеком SBC, с которым работает большинство Bluetooth-устройств воспроизведения, но и с кодеком AAC, который, конечно, обладает меньшим сжатием и возможностью воспроизведения сразу нескольких потоков аудио. Но зачем? При просмотре видео рассинхрона замечено не было. А вот в играх звук ощутимо запаздывал. Так что мобильным геймерам эти наушники советовать не буду. В общем, непритязательным аудиолюбителям сойдет, ну или тем, кому наушники нужны, чтобы музыку во время тренировок послушать. Притязательным же нужно искать модель подороже. А у меня все. Это был XBT.com, на связи был Бурховецкий. Всем пока и до встречи в эфире! Субтитры сделал DimaTorzok